Благодарю Бога моего. Еще есть сила, да? Сила есть. Богу молиться, Бога славить. Все правильно. Если живешь правильно, по заповедям Божьим, оно и здоровье лучше. Все верно, Боисе. Когда Богу доверяешься, на своем не настаиваешь, у тебя и врагов нет никаких. А если есть враги, то они сами с собой воюют больше. Все возможно? Да. Я тогда, с вашего позволения, за это выпью. Нет, не надо, я не позволяю вам. Положите. Задайте вопрос. Ну не пейте, пожалуйста, пока разговариваем. Тут почти все пьют или едят. А есть тоже нельзя? Ну а зачем это нужно? На глазах у людей все время пить и есть. Это не столовая же. А тут нелегко догадаться, не трудно догадаться, еще дальше будет. Ну а почему на глазах людей, допустим, там? На глазах, здесь прямо блуд, мужчины. Или девушки ходят. Тут девушек нету. Одежды короткой, допустим. Тут они прямо открытые, голые, совокупляются, как скотина. Нет, это я против этого. Это место Содома и Гаморра. Это все Бог будет выжигать огнем. Мы пришли сюда, чтобы людям сказать, чтобы искали Христа, который умер за них. А вы решили через этот чат, ну, всем рассказать про это? Да, мы свидетельствуем, считаем Евангелие, Псалтырь, рассказываем, чтобы люди не много... Вы думаете, сколько людей вообще вас услышат? Что сколько? Сколько людей здесь вас услышат и поймут? Ну, как я могу сказать сколько? Это Господь знает только. Я говорю всем... Как вы думаете? Как вы думаете? Ну, я думаю, один из ста слушает, может быть. Остальные это тут, половина мужики голые валяются. Копейки не стоят. Это просто у них, у них недостаток ума. Сидят там, здоровые дядьки, там видно, лет под 50 анонизмом занимаются открыто. Куда это годится? Ну, тут же разные, тут всяких хватает. Да не разные, а одинаковые. Здесь пришли для блуда, для прелюбодения они, пьют, помутненные разумом, что-то делают все это себе. Бога-то нет, все позволено тогда, ни за что не отвечать. Атеистый человек, почему? Потому что он нагреб себе грехов-то, и дальше не знает, что делать. А, что будет, то будет. А там только ад, гиенна огненная, плащ из крежих зубов. А Господь говорит, идите и произвестите миру. Кто будет веровать, креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Ну, ведь у каждого своя вера, правильно? Что правильно? Я не спорю, что Бог один. Да, конечно. Но вера-то разная, и у каждого, вот, и те, и те, и те, у них Бог свой, ну, у них свой взгляд. Какой Бог вообще? Ну, и для каждого он свой. И вот как в этой ситуации быть? Да очень просто. Я показал вам, Святая Библия дает откровения, а только в христианстве уже больше 20 тысяч разных наименований. Сект. Баптисты, адвентисты, харизматы. А ислам? Ислам, допустим. Ну, ислам это совершенно отдельно, это не христианское. Не, я понимаю, но у них ведь тоже Бог, и они считают, что он Бог. Ну, и что считать? Пусть считают. Я за них не отвечаю, но я и им говорю об этом. Они что? Иса? Иса. Это у них Иисус. Иисуса так называет, Иса. Ну, Аллах. Я им показываю, это я говорю, а ваша книга? Ну, да. Я говорю, считай, что написано. На 150 человек ни один не может прочитать. Вот так они верят. Верят, что? Вот они здесь находятся только для блудов. Тут процентов 80 мусульмане на этой рулетке. Ну, да. Ну, так, я уже не один день, уже 78 день здесь нахожусь. мы им рассказываем о Боге, чтобы они поверили. Иса у них... В церкви? Да. Она далеко от вас? Нет. А на пасхальную ночь где будете? В церкви? В церкви, да. Обязательно поприветствуется, сказать, Христос воскрес. Может, будет что-то освящать, батюшка. Никуда не ходите, а только в святую православную церковь. Она церковь, а остальные там еретики, сектанты. Они Бога не знают, как должно. У них даже креста нету. Помилуй нас. Вы можете зайти на наш Ютуб. У нас очень большой канал. Во свете Библии называется. Хорошо, мы зайдем. Во свете Библии канал. Да, записывай. Ну-ка, давай, запиши. Так, сразу записала. Давайте сейчас зайду. У нас там 14800 роликов. Вау, а чего вы там снимаете? Только рядом людей ждет, если они будут жить, вот как здесь живут. мерзость одна. Это называется Содом и Гоморра. Города были такие, где там геи были, то есть мужчина на мужчинах. И Господь истребил эти города, сжег. И еще вокруг пять городов было, и все ушли на дно моря, мертвого моря. По сей день копаются там. И вот что здесь делается, это самый настоящий Содом. Ужасное безобразие. Поговорить даже не с кем, сказать о Боге. Половина мужиков голые валяются. Растаяли сети на кровати. Не встают, едят и пьют и ждут, когда забредет какая-нибудь блудница. Как это жить? Это не жизнь. Это скотина даже этого не делает. А Господь говорит, никакие пьяницы, блудники, царь всего же не наследует. Они будут гореть в огне вечно, в озере огненном, с сатаной вместе. А правильники в раю с Царем Небесным, со Христом. Он умер за наши грехи, Христос. Вот будет, три дня пройдет, вот в пяте своего распяля, в воскресенье он восстал из мертвых. И приветствует, Христос воскрес. А как отвечает? Воистину воскрес. В этом все. Верующий человек знает, как Бог сотворил этот мир, что было, как Сын Божий сошел на землю, воплотился о Девы Марии, как надо жить свято, исполнять заповеди. Вот хороший, красивый храм, храм, ну, большой там, с куполами. И Василия Блаженова. А мы подойдем и начнем уголь возьмем или на стенки что-то рисовать и скажем, чтобы красивее было. Нас похвалят за это? А люди красят себя. Глаза, там, веки, брови. Мужчины бреются. А это храм Божий. Господь говорит, вы храм Божий. Придем с отцом и селимся в них и обитель сотворим. А Бог творил, он бережет этого человека, потому что это его творение-то. А сатана не бережет, он в рот ему водки дает, пьют, а не курят. Ну, что, сгорел? Ну, квартиран сатана-то. Он его за следующий, вот его похоронили, он в следующий залез. А у Бога не так. Бог любит и бережет. И каждый в своей жизни должен вспоминать, как это было. Вот я вспоминаю в моей жизни, я ни один, ни два раза был при смерти, а вернулся живой, а мне уже 80 лет. меня за слово Божие сажали не один раз. Я в пяти тюрьмах отбывал. Благодарю Бога, сколько нападок от лосей было. Бог позволил образовать детский лагерь, а 45 лет его начальником был. Притом, тысячи детей подняли, а государство не рубля не дало, только гнобили. А мы Бога благодарим, не ругаем эту власть, ничего. Потому что дальше будет награда от Бога. Для Бога жить надо. Вот для этого мы пришли в это место пакости. Всех, главное, спрашиваю, еще ни один не сказал. Я говорю, а кто создал вот этот ролик-то? Никто не может назвать. Ну, рулетка, это означает, стрелялись. Из пяти, куда вставляют патрон, только в один патрон. И он крутнет, не глядя-то, проиграл. А раз она тут и оказалась, и сразу ему в голову сам себя застрелил. Вот штрафбат фильм показывает, там они так делали. А когда человек верит, он никогда не пойдет на это. Он не играет в карты, не сквернословит. Вот на наш YouTube-канал зайдите, ку-у-у, как много вы найдете. Он называется «Во свете Библии». Себя вот запишите. «Во свете Библии». Хорошо запомню. Вам не запомнить. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 14 800 роликов. «Да? А то что там?» «А все там, мы деревню строим, как обихаживаем место, получили землю. И люди, которые поселяются, должны доказать, что они не лгут, не пьют, не матерятся, не воруют. А где вы живете? Алтайский край, город Барнаул. Зимой я здесь, а там люди живут. А уже 10 июня объедем. У нас все по-другому. Я не хожу в церковь, а моя бабушка ходит. Что вы говорите? Как? Это не я хожу в церковь, а моя бабушка ходит. Вот если зайдете, зайдете на канал. Короче, есть эти молитвы разные. Да, канал, канал, который есть. Вот «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вот не записали, забудете. Не, я забуду. А вот если канал, не в канал, а теперь через Google зайдете, эти же слова. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин и «Сайт». Сайт. А это самый первый будет, да? Сайт. Сайт. Огромный сайт. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Библия. Вашу? Да. Ну, это еще раньше было. Архипелаг, ГУЛАГ. А кто их выложил? Вы в интернет? Что, сколько? Кто их выложил в интернет? Вы? Да. Да. Ну, у нас целая команда работает. Что-то я, что-то в администрации делают. Ну, мне приходится снимать замки, смотреть, как же что. И вот представь себе, что ничего государство нам не дало. Деревня 27 лет. Сами столбы ставим, дороги делаем, пруды. И все здоровые. Вот мне 80 лет, я еще ни одной таблетки не съел. Да? Да. Да у меня велосипед и три голубя от нее. Знаешь, как интересно, с голубями. У нас в Алтайской правде, это губернская газета, большая статья была, у злого человека голуби не живут. Я убедился и сказал, действительно так. Голубь – это единственная птица, которая как бы настраивает на это. А от нее польза, никакое только варкование. Вот они уже ложатся спать. Я даже могу показать одного. Ну-ка. Ну-ка, давай, пойдем посмотрим. А, уже спать лег? Ну-ка, давай, вылазь. Давай, давай, давай. Вот молодец. Да молодец у меня какой. Ой. Вот такие красивые. А у вас все белые? Хохолок-то, видите какой? Это же крылашка, внутри себя. Они летают, летают высоко, через голову переворачиваются. Это, а у вас только белый цветом, да? Да. Но это на улице. А то у меня в коробке живут зимой. Я люблю, что у нее утром варкуют. А на улице большие голуби. Одна здесь, и две в деревне. Всего 70 голубей. Что? Ого, много. Попить охота? Ну-ка, давай, попей. Ну-ка, давай, давай, давай. Классно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, давай. Отдыхай. Ой, запикал. Вот. Они утром варкуют. Это ничем не объяснимо. Мы молимся, а они варкуют. По душе, как бальзам. Вот бывает что-то так. На сердце тяжеловато. Я залезу на голубятию. Там посижу маленько с ними. Ты все, помолишься там. А они вот так вот смотрят, голову на бок сделают. А я им приду. Христос воскрес. Голуби. Давайте Бога славить. А они тогда варкуют. Раньше было, я руку протяну с семечками. Они на руку садятся разные. А вы только это, на Пасху ходите, либо еще на Красную горку? Ну, на Пасху вот это вот. А Красная горка, это через неделю там будет. Да. Вот вы если зайдете на наш... А у вас в доме вот эта книга есть? Нет, нету, отец. Так, а вы можете ее приобрести в храме. И будете считать, будете волю Божию знать. Понимаете? Они верят, они как будто не признают. А на самом деле это... И все имеет объяснение. Чтоб столько пили вот здесь и едят, я не видал нигде больше. А почему? Эта рулетка создана для блуда. Чтоб познакомились, ничего не отвечать. И все показывают органы свои. Голых мужиков половина валяется. Ну вот. А у вас дома такая книга есть? Нет. А почему? Я неверующая. Неверующая. Так, бедненькая. А для чего ж ты живешь тогда? Для себя. Для себя чего? Все равно кончатся могилой черви. Еще больше нету. А когда человек верит в Бога, Бог дарует жизнь вечную. Заповеди святые. А для себя ты не будешь жить. Я не знаю, о чем говорите. Что за кнопка? У вас телефон есть, кнопка, чтобы написала «далее», чтобы дальше. Ну вот у меня телефончик какой есть. Ну ладно, удачи вам. Ну с Богом. Ищите Христа, пока можно найти. Потому что кто не имеет сына, не имеет отца. Мы верим в это, что он пролил за нас свою причистую кровь. И веруя в это, мы освобождаемся от грехов. По его неложному обещанию. Иисусу Христу. Вы считали вот эту книгу когда-нибудь? Нет, я мусульманин. Ну вот так мусульмане. У них своя книга есть. Тоже священная называется. А он? Да, вы считали его? Бедный Витал. Ну да как? А что ты можешь считать? Считай, что написано. Ничего не может просчитать. Слабо. Пузы-то, что сидишь? Так. А я с тренировки только. Да нет, не поэтому. Вы ждете блудниц, чтобы пришли к вам. Везде на кроватях лежат голые мужики. Что вы так себя поставили? Аминь. Ну давай, дедушка. Аминь. Да по милости Божьей, с Богом всегда хорошо. Радостно. У нас есть... У вас есть в дому такая книга? Да есть где-то, Бать. Есть. Она не где-то должна быть, а на столе и в сердце. Чтобы по запаху... Ну вот, а ее может быть на столе нету, но где-то в сердце она есть. Слава Христу. На этой неделе у нас самый торжественный праздник будет. Подскажи, какой я человек... Пасха Христова. Воскресенье, Пасха. А, точно, блин. Да, куличик этот вкусный, короче. Да, кулич. Христос умер за нас. Какой кулич? Христос кровь свою пролил. Ну я человек такой, понимаете, Бать, я как бы это... Верю, не верю, но что-то боюсь, понимаешь? Ну а как в Библии написано, бесы, демоны веруют и трепещут. Неужели ты хуже демонов? Да ну нет, не должен быть. Ну так она, как же, я верю, не верю, помоги моему неверию. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. А это, Батя, давайте мы с вами вот с этих высших моральных устоев и духовных устоев. Только чтобы ни одного слова... Нет, спустимся до чарта рулетки. Да, вы ни одного только ругательного слова, чтобы не говорили. Договорились? Какое, простите? Никакое, чтобы не ругался ни разу. Нет, 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 я не матерюсь. Давай до рулетки опустимся. Это место разврата. Это саду Богоморра. Здесь будет полыхать огонь. Господь все выжжет здесь, как в шейф прожарки. А зачем тогда вы здесь... Что вы здесь делаете? Я то делаю, 78-й день уже. Людям читаем Евангелие, Псалтырь. Говорим, чтобы шли в церковь. Нужду во враче имеют не здоровые, а больные. Какой день уже вы здесь? Нужду во враче нуждаются врачом. Не здоровые, но больные. Здесь люди больные. Мы сюда пришли, чтобы указать путь на небо. Что Иисус умер за наши грехи. Что ждет людей с покаянием. Так я это, бать, я делаю святое дело на самом деле, видишь?